приветствую вас добрый вечер экономический обзор сегодня поговорим про свободу экономическая свободу вышел рейтинг экономической свободы украина заняла 166 место знаю наших но если посмотреть в общем рейтинге то наши соседи смотрим значит так он ангола да суринам знаете боливия афганистан лучше позиция украине хуже вы не станет 163 место она 166 но учади 163 либерия 161 но есть туркменистан 170 джибути джибути классная страна между прочим не были побывать и вот таким образом это еще раз отвечает на вопрос что свободы у нас конечно хватает ну как суринами смотрите тут все очень просто чем больше показатель тем лучше права собственность 41 у нас действительно собственность напряг захотели отобрали захотели правительство но это эффективность работы правительства 30 процентов ну хоть и 30 процентов то есть 100 это супер как видите правительство ни черта не судебная система ну по традиции конечно расходы зашкаливает ну что это если они сбалансированы налоговая нагрузка замечательно фискальное здоровье тоже замечательно теперь смотрите свобода торговли строили ничего ну типа 100 движемся нормально 100 это хорошо хорошо институционная свобода 25 ну у нас видите ограничение по валютному рынку денежная свобода слабенькая свобода труда ну насчет свободы труда можно поспорить потому что у нас честно говоря мало кто официально работает но они брали из документов как бы официальных но бизнес свобода как вы видите так какая там свобода но есть свободным быть от свободы казахстан вот казахстан занимает 42 место вот между прочим это лучший показатель среди всех стран снг обращаю ваше внимание как видите замечательно правительство шикарно ценили судебности 56 в украине 22 налоговая нагрузка 100 фискальная это неплохо это хорошо говорит о том что как бы она правильно институционная свобода 40 свобода торговли почти до 100 не добралась но ведь от казахстан просто кто-то похвалить как все замечательно как-то знаете никто не вспоминаешь там реформы что-то давно не проводили и майданов не было правда странно как-то без майданова показатель лучше польша по ключей хуже показатель чем казахстан да 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 до 45 место касаться актера но опять как считали что считали тогда же ну всем всем примеру считается больше лучше правительство более европейского права собственности лучше но зато смотрим свобода труда хуже свобода бизнеса хуже денежная свобода лучше институционная свобода ну супер 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 а от свободной торговли тоже лучше но с трудом подкачали вот так вот ребята вы говорите польша чудо а теперь беларусь 104 место 104 место ну не без сутки ну не аж рейтинге ну продавите от правительства то хорошо 37 но в украине меньше 30 то есть в украине хуже судебная система шикарно просто ну боже ты замечательно государственные расходы ну значительно лучше но имеется сбалансированы более свободная торговля что институционная свобода здесь же свобода да уж у нас там около 20 то есть вообще по завидам беларуси что творится что творится но это же вообще ну так же ж нельзя фух выдохнули россия 114 место знай наших беларусь я ковчу право собственности ну понятно право собственности ну вообще суеб система в пятницу ты господи налоговая нагрузка фискальная государственные расходы эх ты лучше вот институционная свобода ах как у нас слабовато слабовато замечательно хорошо ну бизнес свобода но опять денежная свобода это скорее всего связано с этими санкциями так дальше а теперь как говорят умные люди наберите воздуха хоп гондурас 100 место и что я показываю так показать насколько бессмысленный рейтинг серьезно представьте сравнить россию и гондурас сходя из их рейтинга получается что бизнес в гондурасе вести проще чем россии ну то есть и более выгодно более удобно там значительно все лучше и так дальше ну сами думаете очень здоровый человек может представить но не знаю даже в америке в европе все эти рейтинги делаются на основании анализа документов у нас и документы дай боже плюс еще конечно влияет то что пишут про страну ну что пишут про украину вы догадываетесь так что свободы нам не видать особо экономической хорошая новость государственный приватбанк займется потеку я почему говорю хорошая если александр шпек действительно запустит рынок ипотеки молодец вот больше ничего не надо если запустит замечательно это действительно будет рывок экономики если что не сказал по каким ставкам на какой срок если будет предлагать такие ипотечные кредиты которые сейчас предлагают это не серьезно наверное встречали возможность кто-то пытался получать ипотечные кредиты приходите во первых куча документов во вторых требует что вас там была белая зарплата белая работа вы белый пушистый хорошо уговорили сделали потом когда ну все поручили все это самое но когда уже доходит вопрос сколько и тут хопа 25 процентов хотите в риме да это со скидкой ну так же получается 30 25 25 ну правда 10 лет может есть 25 на 10 лет это два с половиной раза удержание кредита ну это уже кусяйца это такая а вот если действительно будет 10 12 процентов в риме риме пойдет александр саша подумай головой я понимаю куап вещь хорошая я даже приблизительно догадываешь что там ну было хорошо чтобы ты напечатал мы почитали что рынок ипотеки нужен только за это настоящий будет рывок роста экономики айнбу разрушил арест счетов частным исполнителем ну что испугались сильно испугались до смерти знаете частный исполнитель раз арестовал вас счет а потом не успели играть а раз забрал детей успели хоп ладно успокоить нет журналисты молодцы класса написали знаете смотрите что сделать ну практически был подтвердил закон этот закон принял еще в том году айбу просто подтвердил объясняю частный исполнитель раньше были только старцы не причастны обращается в суд суд имеет право по решению суда наложить арест на ваш счет сразу говорю что принципе как правило суд накладывает арест очень быстро это не словно это скажем так это не конфискация это арест потом если уже будет решение суда который подтвердит что вы действительно не заплатили вы злостно не платили тогда вы второе решение суда списать так вот сейчас вот эти исполнительные листы может подавать а банк обязан будет исполнить но еще раз повторяю решение суда просто так написать от себя сказать спишем не получится белоруссия нанесла жесточайший удар по энергетическому сектору россии то есть белоруссия решила покупать девчих в иране там я так понял первое по они контракт подписан первый танкер уже 20 числа проплывет и все 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 но самое интересное в новости что написано вероятно могут используются порты в одессе в черном море или винсплс через балтийский море но я не знаю можно разгрузить нефть в черном море я не знаю когда то можно было сейчас не скажу ну что вам скажу понимаете любят у нас и в беларуси везде возить нефть вагонами можно кораблями тоже дорогая будет дорогая очень дорогая хотя я правда не уверен что иранскую можно использовать там же разная иранская и российская она нет на тип помните мы сделали опрос по поводу там что думает про украину россии тогда в ливана центр сделали опрос и уметь в россии киевский международный институт социологии украине естественно значит смотрите все как всегда жители украины для их так сказать как красная линия это крым-донбасс то есть то что мы постоянно то что я вам просто когда вернет россия когда вернет все целый выяснить что в концу года то есть то 34 процента увеличить число россиян положительно настроенных по отношению к украине замечательно сентября 2016 вот таки было 26 в украине ситуация не изменилось 40 процентов хорошо вносится к россии а 47 плохо вот при этом все опросы показывают ну больше 50 процентов украинцы считают что россия должна крым вернуть вот такие пироги как говорится делать такой опрос есть вопрос но мне понравилось ну наш вопрос мы там посмотрим окончательный но как видите вот этот рубеж крым что-то с ним надо делать вот действительно любого политика будет влиять любой политик будет стоять на антироссийских позициях и требуется заработать на крыма иначе он не будет украинским путь обращаю сейчас кажется в сша очень популярно о митинге анти трампа смотрите бросили такой лозунг должен ли платить федеральные налоги человек который не любит федеральные штаты и тут сказали что вот есть такая ситуация я не люблю трампа значит я соответственно не буду платить налоги нас удержание трампа и вот эти митинг проходят но юрист объясняет что вы сильно не балуетесь потому что митинг это не споры заявление не спорю а в суды и подают вот люди подали в суд чтобы не платить федеральный налог потому что они голосовали за трампа так что видите народ увлекается чем это закончится никто не знает но шоу нравится американская пресса много пропишет а теперь новость для всех кто любит курить и пить Великобритании уже третий год подряд уменьшается потребление семьи на алкоголь и табак согласно расчету их него хвоста там в среднем одна английская семья в неделю правда почему-то всю неделю считает тратит на вредные привычки 11,4 пункта стерка имеется ввиду выпить и закурить а вот 10 лет назад тратили 19,5 пункта то есть видите уменьшилось 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 значит они посчитали следующий образ что в среднем семья тратила на вино только на вино 4 фунта неделю неделю то время то время когда раньше было 12 фунтов так что берите пример заглячан меньше тратить на вино больше на шампанское наверно а вот это новость Австрии австрийское правительство подало там на аэробус суд скандал обвиняет том что Австрия потеряла миллиард евро я извиняюсь что это произошло ну в свое время Австрия ну скажем так она переплатила за истребители которые купила аэробус есть подозрение причем обвиняет так сказать лоббистов которые используя мошеннические схемы и откаты так и пишется откаты взят коррупция тут же обвиняется в коррупции они навязали бедной Австрии купить незаведомо дорогие самолеты вот это еще раз показываю что взятки там тоже есть но про это видите это лобби это лоббирует ну нет они обвиняют их в том что лоббисты проявили такую несознательность ну а теперь самая новость по традиции Африки цивилизации значит посол США в Африке Эндрю Херскович что типа того заявил что жители Африки должны заплатить за стабильные источники что он имел ввиду он имел ввиду на сегодняшний момент в Африке действительно 600 миллионов людей не имеют достаточно еды и находятся в термином состоянии но США не обязаны их кормить по той простой причине что они Африка и они сами виноваты если бы не избрали законно народное правительство если бы не проводили реформу если бы они жили как в США этого не было пока они не будут жить по демократически США сказала помогать не будем потому что мы помогаем непонятно где девается то обстоятельство что сначала они создали эти вот проблемы это не ума и это вот последние новости надеюсь новости были интересны заманчивые добрый вечер удачно отдохнуть